На сегодняшний день продолжают действовать ограничительные меры в городе Азове, которые не позволяют возобновить трудовую деятельность парикмахерским, спа-салонам, массажным кабинетам, фитнес-клубам и продовольственным магазинам, открытия которых с нетерпением ждут горожане. Как пояснил главный санитарный врач Роспотребнадзора по городу Азово-Азовскому району Ирина Горькавая, связано это с продолжением роста заболевания COVID-19. Распоряжение принимает губернатор Ростовской области и основными условиями для ослабления ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, является устойчивое снижение количества заболевших, устойчивая, вернее, динамика снижения количества заболевших и отсутствие осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Вообще снятие ограничительных мероприятий предусматривается поэтапное, в три этапа. Для первого этапа, например, степень распространения коронавирусной инфекции должна быть единица. На сегодняшний день по территории Ростовской области этот показатель пока превышен. Наличие свободного коечного фонда не менее 50%. Этот показатель на сегодняшний день соблюдается. И количество лиц, которые должны быть протестированы, показатель на первом этапе должен составлять 70 человек на 100 тысяч населения. Этот показатель немножко нестабильный, он меняется, но в принципе мы к нему готовы. После прохождения первого этапа будут сняты ограничительные меры с предприятий сферы услуг. Но на сегодняшний день этот порог не пройден. Необходимо достичь стабилизации эпидемиологической обстановки. Что же касается открытия детских садов, начальник территориального отдела Роспотребнадзора ответила следующее. На этот вопрос я вам ответить на сегодня не могу, потому что в первый этап снятия ограничений образовательные учреждения у нас не входят, а мы пока еще не начали первый этап. Поэтому давайте к этому вопросу вернемся через некоторое время. Также Ирина Николаевна сообщила об уровне заболевания коронавирусной инфекцией по городу Азову и Азовскому району, на территории которого фиксируется регулярный рост инфицированных COVID-19. На сегодняшний день у нас в городе Азове считается заболевших 12 человек. Из них 6 человек госпитализировано, 1 человек выписан и 5 человек находятся на амбулаторном лечении. Из них 8 мужчин и 4 женщины. То есть мужчины здесь у нас немножечко превалируют. По возрастной категории дети составляют 2 человека. Средний возраст до 60 лет это 7 человек. И старше 60 лет это группа наиболее рискованная у нас 3 человека. По Азовскому району ситуация более напряженная. 68 случаев заболевания. Из них на сегодня выписано уже 45 человек. То есть они уже выздоровели. Выздоровевшим считается человек, у которого 2 отрицательных результата теста на коронавирусную инфекцию и соответственно отсутствие клинических симптомов заболевания. Госпитализировано на сегодня 5 человек, амбулаторно лечится 17 человек. Ну и к сожалению у нас есть один летальный исход. Чтобы приблизиться к прохождению первого этапа по снятию ограничительных мер, губернатор Ростовской области подписал распоряжение о масочном режиме, который должен соблюдаться жителями Донского региона. Уважаемые жители города Азова, Азовского района, я убедительно призываю вас носить маски. Носить маски вы обязаны в общественных местах, при входе в организации торговли, аптечные учреждения, на рабочих местах. Общественным местом являются также скверы, парки, тротуары. Поэтому маска на вашем лице должна быть практически постоянно. Единственное помните, маска находится не более 2-3 часов, затем ее нужно менять. Это не зависит от маска одноразовая или маска многоразового использования. Я очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам. И завтра на улицах города Азова я увижу значительное количество людей, ну как минимум 90% у которых маска находится на лице. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо